Дорогие друзья, рад вас поздравить, что очередная передача Федерации «Звездные войны. Атакуют» начинается. И проведем сегодня ее мы, как всегда, президент Домашней Лиги, актриса Ирина Муртозаева. И Алекс Рабинович. Всем привет! Всем привет! Федерация снова с вами. А у нас в гостях сегодня замечательный звездный шеф-повар Кирилл Рыбников. Кирилл, что мы будем готовить сегодня? Всем добрый день! Сегодня мы будем готовить грузинскую горячую закуску под названием «Ператсмани» в честь великого художника. Примитивисты. Это будет примитивно или будет красиво и круто и вкусно? Это будет высоко художественно, я думаю. Это будет бомбически. Отлично, отлично. Так, с чего начнем? Для этого нам понадобится куриное филе. Куриное филе. Дорогие друзья, ну поскольку у нас в один дупль сегодня, мы же не можем все это приготовить, сдвинуть, передвинуть. Мы с огромным удовольствием сообщаем о том, что съемки ведутся, ну как всегда, в замечательном ресторане «Абхазский двор». Ну, су-шефом сегодня выступит замечательная повар Нино, грузинка, замечательная женщина, которая подготовила, помогла и выступила су-шефом для Кирилла. Нино, мы можем просить тебя внести в студию продукт. Вот эта очаровательная улыбка грузинской женщины. Прилетела наша курочка, спасибо Нино. Масло, замечательная Нино. Ну, Кирилл, продолжай. Все ингредиенты у нас на столе. Куриное филе, как мы уже сказали, шампиньоны, болгарский перец и соус. Соус у нас на основе сметаны, 33% сливок и процентов 20% мацони. А я хочу сказать, дорогой мой, ты сказал болгарский перец. Во-первых, в Болгарии не знают, что такое болгарский перец. В Болгарии перец называют чушкой это слово, это название. Да, а Ирина, наверное, скажет, почему Болгария нас интересует. Вот в первую очередь в России, да, у нас? Потому что в сентябре будет чемпионат мира. Нет, и в сентябре у нас в мае будет чемпионат мира, 15-18 мая 2020 года. Ну, а в сентябре я буду принимать площадку. Совершенно верно, Ирина не ошиблась. Мы будем смотреть площадку, уже подписан договор, мы ждем вас. Вся информация на сайте. Кирилл, давайте начнем. Как вы думаете, сколько потребуется? Как вы сказали, один ингредиент для соуса, это хмели-сунели, это специи. Понятно. Ну и по вкусу, конечно же, подсолить. Я, честно говоря, издалека думал, это хумус, хотел туда добавить маленько своих ингредиентов. Ну, ладно, люди меня не знающих поймут. Ну, да, за счет сливок. Ну, Кирилл, ты начинаем, мы начнем как бы свою деятельность. Мы будем вещать. Друзья мои, три дня уже идет регистрация в лигу домохозяек, как ее с легкой руки Ирина назвали во всем мире. На сегодня, за три дня, сто регистраций. Ой, какой шум замечательный, какой запах, вы это не видите, не слышите. Мы ждем вас всех. Мы ждем вас всех. Друзья, аликсируйте и присоединяйтесь к нам. Ну, извините, прямой эфир. Это красиво, это здорово, это очень вкусно. Мы работаем над тем, чтобы в следующих передачах передавался и запах этих блюд. Но, я думаю, надо время. Маленькая справка, Ирина, для тебя, как для президента. Город Омск, Елена Браташ, привет огромный. Это руководитель, твой подчиненный, Лиги домохозяек города Омска. У нее сейчас зарегистрировано 35 человек, но самое главное, она руководитель, очень известный хореограф, руководитель школы танцев. И называется, с сегодняшнего дня, это школа танцев, догадайтесь, или на как? Федерация? Да ладно, да, федерация. И мы приняли решение, что именно эту школу танцев мы будем поддерживать. Кто-то финансово, если кто-то не против, кто против, мы за. А я, кстати, на следующий год, в апреле, я планирую поехать вон. Но я сам купить Сибирь, я езжу. Я хочу тебе сказать, что у нас там есть наш звездный интернет-рейтинг-центр, звездный ресторан Колчак, который принимает нашу лигу буквально завтра. Привет Колчаку, привет ресторану отличному. Но, ты знаешь, это же, мы говорили о персмане, блюдо персмане. Омск, родина моего любимого. Да, художника, в Рубеле, в Пушкинский музей. А там отдельный музей, замечательный, великолепный работ этого художника русского. Но там же бывал и Марк Шагал. Ох, мы разбегаемся. Как научиться так переворачивать? А почему Ашагаля, Ирин, почему Ашагаля? А потому что, Ашагаля, Адир Шагал, Израиль, очень-очень великий журналист. Он дал согласие, он принял предложение, он стал статс-секретарем Всемирной Федерации Ресторанного Спорта. И готовит концепцию развития нашей федерации. Своё мнение, как мы будем развиваться? Я думаю, что стремительно и успешно. Других вариантов просто нет. Регистрируйтесь. Смотрите, программа наша, Ютуб, смотрите, как вкусно. Кирилл, это что такое? Это шампиньоны. Да ладно. Дальше мы закрепим шампиньоны. Как лисички выглядят, он на экране. И в самом конце мы должны добавить болгарский перец. Именно в самом конце. Для того, чтобы он не потерял у нас цвет. А помидорки будут? Помидорки, они будут у нас присутствовать для украшения. Вы обратите внимание, что наши звёздные шефы. Ты же недавно был на каком-то мероприятии с твоими коллегами, друзьями. Да, конечно. В эти выходные, буквально суббота-воскресенье, у нас в Петербурге проходил самый, можно сказать, легендарный барбекю-фестиваль. В России ещё такого не было. Где это было, мы не будем пока светить. Кто там был из великих? Из великих это был и организатор, и шеф-повар, и мастер по мясу. Его фамилия? Эдуард Погосов. Шеф-повар из Ростова. Так. И шеф-повар из Москвы, Александр Кожакару. Кожикару. Все два дня мы готовили донскую уху с добавлением вовки. А рыба какая была? Из Невы? Нет. Рыбу мы привезли из Ростова к Кипаль. Замечательно. Из Ростова к Кипаль, да. Друзья мои, я наберусь смелости обратиться к нашему другу Александру Кожикару. Он далеко, он в Москве. Но мы его приглашаем на съёмки очередной передачи. Кирилл, составишь протекцию? Я всегда только «за». Ну, осталось, чтобы он сказал «за». По поводу гонорара, я думаю, мы уже договорились. Кирилл, а мы сейчас поженили, я так понимаю, курицу и шампиньоны. Это так у вас называется? Друзья мои, какой запах? Вот они говорят, а я просто млею. А закуска у нас будет горячая? Верно? Да, конечно. Это перец. Это болгарский перец. Болгарский перец. А, вот пришло его время как раз, чтобы перец не был в свой цвет. А, Ирина, кстати, в рамках чемпионата мира, поскольку болгары не знают, что такое болгарский перец, Это потрясающая история. Мы проведем запатентованный всемирной федерацией ресторанного спорта, ресторанного спорта, фестиваль красного перца в рамках чемпионата. И научим болгару, что что у них есть такое. А знаменитому, любимому, одноименному овощи. А какое там море? А какие там бассейны? Самый большой бассейн в Болгарии, в прекрасном комплексе Эмираль, где мы проводим наше мероприятие чемпионат мира. Ждем всех. Скоро начнем реализовывать очень недорогие входные билеты. Эти очень недорогие. Но потом, естественно, они будут дорожать. Нет, у нас принцип один. Главное участие наших замечательных зрителей. Поэтому билеты дорожать не будут, просто не закончится. А розыгрыш билетов? А розыгрыш будет? Ирина, будешь разыгрывать в лиге? Да, обязательно, в следующий раз. Все, договорились. Кстати, у нас появились, объявились две победительницы, но это сестры так получилось. Просто они голосовали первые два видео. Пока не буду называть их звездные имена. Но в следующей передаче мы попробуем их пригласить. И Ирина вручит билеты на 10 октября на фантастический спектакль. Ответы и мошенники. Да, я его смотрел и отручил огромную. Где, где, где? ДК Выборский. ДК Выборский. А я думаю, может быть, еще раз, еще раз входить на этот замечательный, замечательный, замечательный спектакль. Крия Анатольевич Кашунин, мой друг, играет в этом спектакле главную роль. Сергей Анатольевич, привет тебе. И пожелание все-таки заслуженного артиста России перейти в разряд народных. Сергей Анатольевич уже давно народный, любимец. Народ его любит. Народ его любит. Это я народный, а он народный. Алик, Алекс, Вы международный. Нет, я народный. Я готов это доказать. Все знают мою звездную, звучную фамилию, Алекс Рабинович. Поэтому только я могу похвастаться, что у меня двадцатитомник дома стоит в анекдотах обо мне. Памятник при жизни в Одессе. Все в курсе. Но самое главное, омские болельщики буквально на днях мне сказали, что в городе Омске есть целая улица имени Рабиновича. Но я просто в Востоке. Я просто в Востоке. Что мне нужно? В самом центре города. Я не был в Омске, я поеду, я должен пройти по улице своего имени. Это святое. Так, все готово. Осталось добавить только соус. Стоп, стоп. Нет, 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 нет. Не только соус. Любому блюду. Вот такому. Я химик в детстве был. К любому блюду необходимо что? Вино. А Ирина у нас закончила школу сомелье в итальянской провинции. Вино необходимо. Что вы можете сказать профессионалам? А, давайте так. А соус можно добавлять? Я предлагаю составить звездный энергострономический прогноз от нашего шефа Кирилла. Отлично. Итак, курица, шампиньоны, болгарский перец, сливочный насыщенный густой соус. Что бы вы посоветовали, какой ваш прогноз, какое вино будет лучшим сопровождением для этого блюда? Лучшим сопровождением это будет белое вино. Белое вино и, я думаю, какой-нибудь автохтонный грузинский сок. Конечно. Обязательно. Блюдо-то грузинское, значит и вино. Сосфетическое грузинское название. Пересмане. Стало быть и вино должно быть открыто. Следующим образом я предлагаю. Горшочек, скрывается крышечка и все 350 литров грузинского вина нашего замечательного друга, президента Федерации ресторанного спорта Грузии. Патер, мой графинчик у тебя дома, я помню. Мы приедем и вот 350 литров в час из них я возьму и мы угостим наших болельщиков, угостим наших членов лиги. Друзья, вы не представляете, какой божественный аромат доносится из этой сковородки. Спасибо большое. Нет, дорогая моя, не спасибо. За это чудо, да? Спасибо за чудо Кириллу. Да, я говорю, Кириллу спасибо большое. А вот этим молодым людям и девушкам еще не спасибо, поскольку сейчас будет официальная часть. Вот маленько поджать, живот, так все замечательно, отлично, отлично, опять замечательно. Друзья мои, у нас маленькие назначения. Во-первых, всех поздравляю, у нас во Вьетнаме открыта Федерация ресторанов и спорта Вьетнама. На минуточку. Госкорпорация ресторанов этой страны приняла решение пойти нам навстречу, кто кому пошел, это еще непонятно, и организовать такую федерацию. Но еще маленькие изменения, вот как вовремя закончилась работа, индукционной печи. У нас есть президент Федерации ресторанов и спорта России, она зарегистрирована. И мы сделали, я считаю, правильное назначение. Молодежь у нас передеть должна идти, да? Человек по фамилии Демидов, вы его видели все? Возглавил Федерацию ресторанов и спорта России! Бурный аплодисмент. Спасибо. Ну, будете разрабатывать, работать. Я хочу сказать, и он добавит, что то, что каждому, каждому, а Вонский уже получает эту карту, каждому с радующими, кто зарегистрировался у нас на сайте, не разворачивай, каждому вручит эту карту. Что она дает? Дополнительные мотивации к семейному бюджету, то есть это кэшбэк более тысячи магазинов. В России или по всему миру? По всему миру, это то, что где любая домохозяйка проводит свое время днем, когда оно есть. И также много всего интересного, но об этом после регистрации мы вам расскажем и поможем. Карта, кстати, отправляется в любую точку России. То есть ты за это отвечаешь? Каждый из наших членов домашней лиги, лиги домохозяек, получит совершенно бесплатно от Федерации, от нашей Международной Федерации, отвечая за это президент Российской Федерации, эту карту. Да, безусловно. Отвечая и на любые вопросы, которые будут связаны, мы ответим на сайте после регистрации, вы увидите контакты. Все, то есть замечательно. Спасибо, дорогой. Спасибо, Вадим. Алекс, мы возвращаемся к нашему перасмане. Ирина, я считаю, мы сейчас все это украсим, но можно я пробовать, не буду, да? А я буду, обязательно. А вот всегда надо как-то отдавать тому, кого не жалобить, правильно? Пробуй. Ирина, попробуй, мы чуть-чуть подождем. Две минуты. Одну минуту. Вот такая вот роза. Это очень символично, потому что... Все же помнят знаменитую, знаменитую песню «Миллион алых роз», которая посвящена этому знаменитому грузинскому художнику Нико Перасмане. И вот у нас почти все готово, дорогие друзья. Вынос блюда чуть не сказал телу, а надо вот так повернуть. А, кстати, мы не курим, мы против курения. Но, да. Друзья, и не забывайте, что вино является продолжением еды. Кирилл, спасибо большое. Я хочу сказать, что Ирина очень хитрый человек. Я только намекнул, что мы не курим. Она сразу решила вопрос по альтернативе. Но, что я хочу сказать. Я совершенно не против. Друзья мои, вот так давайте все возьмем. Я совершенно не против, чтобы передача продолжалась еще дольше. Но наши продюсеры нам оплатили только определенную часть времени. И поэтому наши операторы хотят сделать команду «Стоп, камера!» Спасибо! Спасибо!